У казахстанского футбола, кажется, есть два состояния. Либо его нет совсем, либо его очень много. Это пятый тур казахстанской премьер-лиги. Тур по туру, превью к предстоящему игровому дню. Мы поговорим здесь, в этой студии, о предстоящих матчах премьер-лиги. Меня зовут Деда Кадыров. У меня сегодня в гостях Всеволод Хван, спортивный журналист Сев Салем. Добрый день. Добрый вечер уже. Теперь уж добрый вечер. Вот однозначно, потому что совсем недавно, 18 августа, уже состоялись игры четвертого тура после огромной паузы казахстанский футбол вернулся. Теперь есть возможность уже и обсудить, по сути, встречи, которые состоялись совсем недавно. Вот этими призываю этим заняться. Давай, наверное, Сев, начнем сразу же с первой встречи, которая была. Кратко. Каспий-Кайрат. Возможно, чем эта встреча запомнилась? Кто, может быть, наиболее отличился? Я смотрел этот матч начало до конца, потому что, действительно, в некоторой степени долгожданное событие после такой паузы. И было очень интересно понаблюдать. Но по игре, я скажу, собственно, Кайрат владел инициативой, игровым преимуществом. Что, наверное, и предсказывает. Да, да, это было ожидаемо. И они очень быстро забили быстрый гол. И, в общем-то, контролировали игру. И, по сути, наверное, у Каспия, который уже, ну, можно говорить об этом прямо, один из главных претендентов на вылет из премьер-лиги. Ну, шансов было мало, да, что-то противопоставить. Если кратко, кто еще, помимо Каспия, претендент на вылет? Ну, если смотреть турнирную таблицу, конечно, пока это Огжет Пес, второй претендент. Каспий и Огжет Пес это на данный момент две команды, которые еще не выиграли и даже очков не набрали в чемпионате. Поэтому пока такой расклад. Ну, как к Огжет Песу еще вернемся. Давай быстренько пробежимся уже по моментам. Уже Нураль Альб успел отличиться в нашем обзоре, который параллельным, скажем так, курсом следует. И вот главным действующим лицом вообще этого противостояния можно назвать именно Нуралу? Да, да, конечно. И он, наверное, был одним из самых запоминающихся игроков на поле. При том, что, ну, скажем так, пауза сказалась, да. Матч был по началу команды. Видно, что есть какое-то отсутствие игрового тонуса, да, что команды втягиваются. Но это ведь относится ко всем абсолютно коллективам. То есть это общая черта, ясно, после огромной паузы. Конечно, да. Но если по персоналям, помимо Алипа, я бы, наверное, отметил Ульжагита Алыкулова, да. То есть, ну, такой маленький, юркий полузащитник. Очень много обострял. У него даже было несколько моментов хороших. И он пытался и трех-четырех соперников обводить не всегда успешно. Но это запомнилось. Ну, после прихода из Белорусского чемпионата этого и ждали, наверное, от него. Мы не станем предаваться какому-то глубокому анализу каждого из эпизодов. Скорее, скажем так. Кайрат перед, точнее, после предыдущей паузы в июле был одной из команд, которая сумела произвести впечатление своей физической формы. Вот здесь и после этого тура это и остается? То есть, Кайрат пока это команда, которая, скажем так, в лучшем физическом состоянии пока находится? Так или нет? Я думаю, да. Да, то есть, по матчу с Каспием. Ну, тут вопрос, конечно, к тому, в каком состоянии Каспи. Игроки Каспи находились. И насколько был уровень сопротивляемости, да, Кайрату. И насколько игроки Кайрата потратили, да, сил конкретно в этой игре. Но в целом, да. Конечно, ближе к концу матча вышел Вагнер Лав. То есть, очень громкое. Не упомянуть об этом нельзя. Да, громкое событие. Все этого ждали, все видели. Но по нему видно, да, что он еще новый человек в команде. Что еще где-то не совсем есть взаимопонимание. И, наверное, по физической форме тоже немножко ему надо набрать. О его фигуре еще поговорим. Потому что предстоящий тур мы обсудим, безусловно. Дубль Алипа и Шушиначев еще один гол забил. 3-0 победа Кайрата уверенная. Причем, казалось бы, на выезде. Хотя все матчи, конечно, проходят в Алматы. И мы понимаем, что здесь народная команда является хозяином. Дальше Житус Уорда Баса. Дальше Житус Уорда Баса, наверное, самая запоминающаяся встреча, во-первых, по результату. Во-вторых, еще и танцами Хижниченко она особенно запомнится. А тебе что? Ну, матч это пока, наверное, скажем так, самая веселая игра тура была, на мой взгляд. Потому что обе команды играли в такой интересный футбол. То есть и у тех, и у других хорошо сыграло нападение. Это видно по счету. Но по счету же видно, что оборона и там, и там не лучшим образом сыграла. Но, наверное, надо отметить шимкенскую команду. То, что они смогли с 0-2, по сути. Они отыгрались с 0-2. Не поплыли, не бросили играть. И смогли догнать и выиграть. Да, вот, наверное, сейчас видеообзор нужно бы нам дать. Чтобы, опять же, могли и зрители вспомнить все те события. Это очень нетипичный момент. Если люди не изучают статистику матчей, в частности, ЖТСУ, то в среднем команда носит около 7-8 ударов за матч. И даже с андердогами так чаще всего происходит. В том числе с Каспием и так далее. В игре с Ордобасе может быть не столь существенная разница, но все же. 11 ударов плюс 4 в створ. ЖТСУ пошел давить. ЖТСУ почему в первом тайме так хорошо от Локурган смотрелись, а вторую половину напрочь, наверное, провалили. Сложно сказать. Наверное, все-таки я бы сказал, что тот момент, что Шимкен смог отыграть все-таки один мяч до перерыва, в самом конце. Ну, скажем так, не в раздевалку, но они сократили разрыв счета. И, наверное, психологически это им помогло выйти на второй тайм. То есть с верой в то, что можно и отыграться, и даже выиграть. И, возможно, ЖТСУ к этому не был готов. Да, потому что, ну, пыталась команда отстоять свое преимущество, играть на контратаках. Тем более, ну, состав позволяет быстрые игроки в нападении. Тот же Тошев, да, и португалец. Да, у Жени, да. Который с передачи Котова и второй гол забил. Гол и передача у него была, то есть он поучаствовал. У Орда Бассе забил после стандарта. Не кажется, что этот гол все же не вытекал. То есть вот ты уже говорил о каком-то спасительном характере этого мяча в исполнении Симчуича. Но насколько достойны, скажем так, были Шимкенцы вот этого? Я думаю, достойны, потому что, ну, понятное дело, что они отрабатывают стандарты на тренировках. И, в принципе, Цихададзе, он, ну, всегда этому уделял внимание, стандартам. И тот же Симчевич, он, он всегда хорош при стандартах, при угловых. То есть его использовали так во всех командах, когда он играл в Шахтере, да, и в Таразе. То есть он высокий достаточно, может на втором этаже сыграть. Ну, в этом матче он с ногой забил, скажем так. Но я думаю, это все было наиграно, да. Это была нацеленная передача. То есть игроки выбегали. И здесь крайне несогласованные действия вратаря и защитника. Казалось бы, ситуацию все же контролировали. Вузи Паулу находился нападающий, защитник Житесу. Но почему-то Шабанов пошел на выход и, по сути, дал возможность вот этот забить. Ключевой мяч в этой встрече и победный для Орда Баса. Я еще вернусь, мы еще вернемся обязательно к этой встрече. Тарас Казалжар. Здесь мячей не было забито, но игра по своему наполнению достаточно интересная. Получилось, потому что впервые в сезоне Тарас больше владел мячом. Тарас больше владел инициативой по сравнению с соперником, чего не происходило до этого в принципе. Ну, я бы поспорил в плане того, насколько интересна это была игра. Ну, для зрителей, наверное, не очень. Потому что я тоже смотрел этот матч, но она была довольно скучноватая. То есть не так много ударов по воротам и от тех, и от других. То есть команды не рисковали, обе играли от обороны. Ну, возможно, в конце чуть ближе, наверное, Тарас был к победе. У них пошли удары, у них для данной ситуации, мне кажется, неплохо смотрелся тур избег, который пришел в команду и пытался что-то сделать, но не получилось. В принципе, я думаю, и те другие довольны остались. Ну, такое вечернее время эта встреча проходила. Тоже мы уже видим самые главные моменты этой встречи, так называемые хайлайты. И теперь подача Амирханова в штрафную площадь. Отсутствие цатла этого астрийского нападающего, который по первым турам все же смотрелся одним из лидеров Тараса. Что удивительно, наверное, все-таки приезжают легионеры из Европы и сразу же становятся одним из лидеров. Приход Турсбека, Сержин Юадзе, может ли компенсировать уход австрийцы? И, в общем-то, насколько быстро эти ребята должны валить в коллектив? Да, я думаю, компенсирует уход этих двух нападающих. Потому что, если говорить по Ньюадзе, он уже играл в Таразе. Он играл в прошлом сезоне, забивал много. И, в принципе, костяк той команды, он остался в Таразе по большей части. И, я думаю, проблем взаимопонимания в игровом плане у него не должно возникнуть. И Турсбек, ну, мне понравился по этой встрече. То есть было видно, что у него нет такого сильного недопонимания. Видимо, он успел уже потренироваться как-то. Ну, кого-то из ребят где-то раньше играли, да, может, в сборной пересекались. Ну, и, в принципе, наверное... Проблем таких нет. Я думаю, они должны помочь. Схожая формация, которая используется в Шахтере, где он примерно в той же роли выступал, где пять защитников. Он один, ну, скажем так, на острие выступает. Это для него понятно и знакомо. А вот теперь бывшая команда Баужана, Шахтер, на следующий уже день принимала, скажем так, Кайсар. И матч, который завершился победой Казалардинской команды. Что здесь, что особо отметим в этом противостоянии? Ну, матч, в принципе, ожидался интересным. И интересным в плане того, что после вот паузы, которая была, по сути, можно сказать, что у нас в чемпионате два межсезонья было, да, обычная зимой и то, которое вот связано с пандемией. Потому что, ну, по сути, это тоже межсезонье. Некоторые игроки успели во второй раз уже поменять свои команды. Кто-то поменял тренера, как в Шахтере, в итоге получилось. И, ну, с этой точки зрения было интересно посмотреть. Ну, не так много вот мы видим, в принципе, обзоры. Мы видим главные действующие лица Михаила Бакаев. В принципе, что касается и Шахтера, и Кайсара, остались при своих, скажем так. Ну, разве что Станиславливича пригласил Кайсар. Плюс у Шахтера есть тоже усиление того же Центробека. Пригласили они Российского. Плюс уход Божан Трусбека. И, в принципе, в этой встрече. У Шахтера говорилось изначально. Несколько моментов. Там и тот же Еркант Апалов попал в перекладину. Были и промахи с какого-то минимального расстояния. Там говорят о какой-то футбольной карме. Но все же, Шахтер был ближе к чему-то, к другому результату, более для себя приятному. Ну, да. По сути, наверное, игра была равной. И, наверное, более справедливый был бы ничейный результат в этом матче. Но где-то Кайсар, может, даже поопытнее оказался. Именно в таких вот тяжелых матчах, когда идет вязкая борьба, сложная. И, наверное, не соглашусь, что им повезло в какой-то степени. В принципе, они тоже играли на положительный результат для себя. И смогли его добыть. Что тоже говорит о каком-то характере команды. Потому что, когда шло в нишесезоне, тоже много всяких разговоров ходило. Много всяких событий было в стане того же Кайсара. Да, и понятно, что к ним особое внимание. Команда впервые сыграет в Еврокубках. И, опять же, все эти моменты, связанные с пандемией, они повлияли. Кто-то не долетел, кто-то не прилетел. Кто-то в какой форме, непонятно было. Но, тем не менее, Кайсар в этом матче показал, что все в порядке. Есть положительные моменты. Есть какой-то запал. Минусы у Гуджа Лабженидзе, но все равно главный бомбардир. И, вообще, главное, наверное, действующее лицо во всем первенстве. Потому что два гола у него. Матч, пусть с Иртышом был аннулирован. Результат этой встречи. Но все же у него был победный гол и тогда. И победный гол с Укджет Песом. Но и здесь, наверное, от Кайсара мало что можно было ждать. Учитывая отсутствие главного бомбардира. И гол Александр Марчкин только принес результат. И еще одна встреча. Она вне контекста всего тура складывается. Для нас проходила, назумеется, в рамках Лиги чемпионов. Это Астана Динамо. И все. Что можно сказать здесь? Сказать особо нечего. Есть ли что-то позитивное, что можно было как-то подчеркнуть из результата этой игры? 3-6 счет. Я бы выделил только один позитивный момент, на мой взгляд. Это то, что, наверное, уже и в самой команде, и в руководстве, наверное, окончательно поняли, что нужны какие-то перемены. Нужны изменения. Потому что мы понимаем, что те проблемы, которые были у Астана в прошлом сезоне, они остались. Состав, глубина состава, возраст состава. То есть это команда, которая в какой-то степени, наверное, уже себя изжила. Потому что несколько чемпионов подряд, Еврокубки. И понятно, что эти игроки уже не молодеют. Что нужно вливать новую кровь, свежую. И делать это, возможно, где-то кардинальным образом. То есть даже приход Радаковича, казалось бы, непогода, у которой до этого не выступал за команду. Макса, Эбонга, Пьероса, Сатирио, Барсигяна. Этого недостаточно. Ну, как показал матч в Бресте, недостаточно. Не растренированность, а вот именно даже так. Вот это ощущение. То есть закостенелость состава, скажем так. Да, закостенелость. И опять же, короткая скамейка. Да, пришли хорошие игроки, но кто им на замену? Для усиления кого-то выпускать? Ну, там есть вопросы, на мой взгляд, по скамейке. И опять же, если вернуться к этой игре, но ощущение того, что команда была не готова физически, функционально. В этом плане немножко удивляет то, что пока нет никакой реакции от команды чемпиона, от главной команды страны. Какая она должна была? Да, это первая тишина. Наверное, должен был выступить кто-то из руководства клуба, геймдиректор, спортивный директор. Какие-то сделать выводы. Ну, по крайней мере, элементарно извиниться. По крайней мере, я этого не видел. Не на официальном сайте команды, не в соцсетях. Не видел каких-то объяснений, поражений от футболистов после игры. Вот уже несколько дней прошло. Но, на мой взгляд, это немножко странно, потому что ситуация кризисная, скажем откровенно. То есть ты не воспринимаешь эту ситуацию, как рядовое поражение клуба в Еврокубках, а в Астане ты ждешь чего-то особенного? Или это по отношению ко всем казахстанским клубам было бы так? То есть, условно, Кайсар завтра выходит во второй раунд, проигрывает кому-то 3-6, и должно руководство Казаларинцев там? Нет, вообще, да, я думаю, это менеджмент, да, это касается любой команды, но Астане это касается в особенности, да, потому что они считались фаворитами, да, там были к этому предпосылки, потому что все-таки Динамо Брест впервые играла в Лиге Чемпионов, да, стартовала. Больше опыта в Астане, еще какие-то моменты, но, как мы видим, что на бумаге одно, а на поле получилось совершенно по-другому. Это популярно, говорить именно так, тезисно. Если сказать, назвать какие-то основные проблемы Астаны, растренированность, а, б, скажем так, все, и жил, наверное, свой срок, скажем так, состав команды во многих абсолютно отношениях, короткая скамейка, что-то еще? Ну, да, это те проблемы, о которых, опять же, неоднократно мы говорили, эксперты говорили, в том числе и в этой студии, еще прошлой осенью, инфраструктура, да, молодежь какая-то. Ну, это все систематически, все взаимосвязано, поэтому можно долго об этом говорить и очень глубоко заходить. Но, в целом, я думаю, и футбольное сообщество, и болельщики эти проблемы знают и поднимают постоянно. Тут вопрос, какие будут выводы сделанные. Мне кажется, ну, после поражения в Бресте выводы нужно делать и шаги предпринимать. Многие, знаешь, голову пеплом посыпают и говорят, это отражение состояния всего казахстанского футбола, это самое поражение в Бресте. Насколько это, по-твоему, соответствует действительности? Состояние футбола в какой степени? В Казахстане, но у футбола, скорее, в Казахстане. Команды, где-то Акимат, где-то еще кто-то поддерживает. Это, наверное, так нельзя говорить, что это общее состояние. У каждого своя история, какие-то свои вещи, это индивидуально. Отталкиваемся от этого и пойдем к встречам уже тура предстоящего. Совсем скоро начнется встреча между Ордобасом и Каспием. О ней поговорим чуть позже, потому что составы наконец-то опубликованы. А вот противостояние Кайрата и Татавола, это, я думаю, ты согласишься. Безусловно, встреча центральная. Кто здесь, возможно, фаворит? Кто, возможно, ближе все же к победе? На мой взгляд, равные соперники. Равные. Я бы не удивлюсь, если будет ничейный результат. Вполне вероятен. Но, возможно, небольшое преимущество все-таки будет у Кайрата. Только, наверное, потому что они все-таки провели уже матч несколько дней назад. Почувствовали какой-то тонус игровой. А у Табола с этим проблемы. Ну, практически они играли два месяца назад в последнюю официальную игру, игру чемпионата. И не совсем ясно, в каком сейчас состоянии команда находится. Потому что, ну, мы понимаем, тренировки, контрольные игры – это одно, а как бы уже официальный матч – это немножко другое. Вот. И, опять же, фактор своего поля. Небольшой фаворит, наверное, Кайрата. Нет, какие-то тактические нюансы или о составах тоже стоит упомянуть. Потому что здесь очень интересная картина в нападении. В частности, есть Аймбетов и Шушиначев, которые как бы задвинули. Ну, достаточно гробко об этом можно сказать. Но все же, Сеолы и Вагнерлаф остаются в резерве. Этих ребят, точнее, украинцы и бразильцы, стоит ли ждать в ближайшее время в Астарте? Возможно, в предстоящую даже встречу. Ну, мне кажется, скорее всего, вероятно, Алексей Шапилевский предпочтет тот вариант победный. Тот состав, который с Каспием выходил. Ну, наверное, это было бы логично. То есть, Аллы Кулов, Косович, Гуральский и так далее. Ну, возможно, будут изменения. Все-таки Вагнерлаф, мы уже говорили, наверное, не готов пока со старта выходить. На последние 10-15 минут и постепенно увеличивать время. Да, думаю, да. А Шушиначев, ну, он тем более не первый раз показывает такие способности суперзапасного, да, когда он выходит и забивает замены. Я думаю, это тоже такое хорошее оружие тактическое. Ну, такой супердинамичный футбол. В исполнении команды Алексея Шапилевского. И в оппозиции, казалось бы, оказывается, команда, которая очень хорошо действует в обороне. И, в частности, Григорий Бабаян, скажем так, ученик Стоилова, что он сам признает. Вот какая картина встречи вырисовывается, может быть? Потому что, ну, чуть ли не антагонистами можно их, наверное, назвать. Я думаю, Кайрат будет владеть игровым преимуществом. То есть, будет идти вперед. Футбол наверняка будет какие-то шансы в контратаках ловить. Помнишь первую встречу, вот первого тура, когда Тарас на последних минутах упустил там ничью? Они за это бились. И там у них были еще и другие моменты. Вот это не может повториться? Кайрат будет опять в высокой линии идти вперед. Оборона располагается там буквально у средней линии. Идут забросы. И там вперед убегает у Кустанайцев, там, нападающий. Ну, я думаю, нет. Потому что это была все-таки встреча первых туров. Первого тура. И наверняка тренерский штаб Кайрата сделал выводы с того матча, где я согласен, что Тарас был близок к тому, чтобы не проиграть. Вот, по той игре. Астана Ухжитпес, я здесь предлагаю говорить даже не об Астане, потому что времени у нас совсем немного осталось, а скорее об Ухжитпесе. Мы не видели их в деле. Что ты ждешь, возможно, в исполнении кукшитаутцев, учитывая, что они все-таки усилили состав и, наконец-таки, пригласили исполнителей в оборонительную линию? Будет интересно посмотреть, как новички былились и какие выводы тот же тренерский штаб сделал уже Андрея Карповича. Потому что, ну, результаты команды не радуют. Даже по сравнению с прошлым сезоном вообще результаты никакие. И, скажем так, ноль очков, нет побед. Ну, так и в прошлом году было. Ну, потом они выправили. Выправили. И последнее. Кайсаржи Тусу, кратко, если очень, у нас буквально там несколько секунд остается, что от этой встречи. И кто фаворит в этом противостоянии для тебя? Фаворита сложно назвать, потому что Тусу все-таки обидное поражение потерпел в прошлом туре. Им нужно где-то реабилитироваться за него. А Кайсаржи показал, что по-прежнему очень хорошо организован, поставлена игра. Поэтому мне сложно назвать в этом фаворит. И Кайсаржи Ахтер, я думаю, здесь понятно, что Горникиев, наверное, чуть лучше в функциональном состоянии находится. А уже о встрече предстоящей между Ворда Баса и Каспием поговорят наши коллеги, потому что нужно передать слово совсем скоро. Наши комментаторы Ольхан Кусамбай и Дидарий Семов прокомментируют встречу между шимкенским коллективом Ворда Баса и Каспием. Оставайтесь в экранах, друзья, и все матчи Кастанской Премьер Лиги будут показаны на телеканале Каспорт. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»